Приветствую вас. Я думаю, что в целом, ваша позиция относительно захода, она более чем имеет место быть, ну, в том смысле, что почему бы и нет, да, почему вы, к примеру, должны, допустим, там, вступать в отношении с мужчиной, который, по вашему мнению, там, меньше получается. И так далее. Вот. То есть, я в этом не вижу чего-то совсем уж плохого, я в этом не вижу какого-то, прям, такого стереотипа, потому что каждый человек выбирает для себя сам то, что, ну, то, что ему нужно, то, что он хочет, и я не думаю, что кто-либо в праве вас, например, судите, да, поступаете ли вы корректно, поступаете ли вы хорошо, поступаете ли вы правильно, и так далее. Вот. Но, у этого есть одно но. Какое? Значит, смотрите. Вы говорите о том, что вы не чувствуете себя защищенными. Вот это, мне кажется, очень такая важная история, очень важный момент, потому что незащищенность ваша не связана с доходом. То есть, она не связана с тем, что вы, ну, что мужчина будет больше зарабатывать, или что вы будете зарабатывать меньше. Вот. Вот. Не связана ваше чувство незащищенности с доходами кого-либо, но зато хорошо связана с, к примеру, личными границами и со страхами, которые у вас есть. То есть, я думаю, что, если отношение к доходу, в принципе, является таким, ну, можно сказать, чисто умозрительным. Вот. Отношение к доходу является чисто умозрительным и когнитивным. То есть, есть оно, есть, условно говоря, разница в доходах. То есть, нет разницы в доходах. Это исключительный выбор. Но когда, когда вы подобный выбор делаете, то вот, если это когнитивная история, то есть чисто умозрительная, то в ней нет места эмоциональному такому состоянию, как у вас. А во всем случае, это именно, вот, стремление себя защитить. То есть, это чувство уязвимости. Понимаете? И если это чувство уязвимости, то доход, скорее всего, это не прикроет. Потому что, казалось бы, вот, почему вам нужен, вам нужно, чтобы мужчина работал, да, чтобы получал больше, больше, чем вы, обязательно, да? Чтобы чувство себя защищено. Ведь вы получаете достаточно. Вы можете сказать, ну, так, типа, потому что я буду, допустим, беременеть, и уйду в декрет, и на это время будет нужно, чтобы мужчина, там, мог обо мне заботить и так далее. Я с вами, я с вами согласен. Но это же и имеет место быть интегрированным в мотивацию. То есть, для мужчины, который, например, хочет ребенка и хочет, к примеру, допустим, быть с вами, это мотивация. Вот. Вот. Но вы, получается, не уверены в том, что сможете вовремя сказать нет. Вы, получается, не уверены в том, что сможете как-то вот вовремя из отношений выйти. Что указывает на проблемы личных границ. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да? И именно вот из-за личных границ вы и чувствуете незащищенность. Потому что не можете, видимо, сказать нет. Ну, и боитесь, боитесь близости. Вот. Да, то есть, такое ощущение вот, что через доход вы пытаетесь как-то доказать что-то. Мужчину мотивируете доказывать что-то. Понимаете? Вот. Поэтому именно незащищенность нуждается в анализе. Именно незащищенность нуждается в том, чтобы вы ее поисследовали. Вот. И вопросы, которые себе, ну, можно задать, если вот отвечать вам прямо, то как проявляется она незащищенность? Если я чувствую уязвимость, то перед чем я чувствую уязвимость? Вот. И чего я боюсь? Ну, потому что уязвимость это всегда какой-то страх, да, тревога. Тревога это, как правило, некие вытесненные эмоции. То есть, вытесненные, имеется в виду, вынесенные, вынесенные за скобки, да, за скобки сознания. Вот. Я думаю так. В принципе, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, дело здесь не в стереотипах. Знаете, нет ничего плохого в том, чтобы вы следовали стереотипу. Если это действительно вот то, что, ну, то, что вам по душе, если это действительно то, что вам нравится, если это действительно то, что вы хотите, нет ничего плохого в этом. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Абсолютно ничего плохого. Но эмоциональная привязка к какому-то социальному статусу и так далее, говорит о акцентрировании на этом статусе чрезмерного внимания. Это уже попытка решить некую такую, знаете, личную проблему. Вот. И эта личная проблема, она не связанная с предметом, она непредметна. Вот. Понимаете? То есть, вот мне кажется, что вы сейчас мучаетесь между хорошим отношением к человеку, которое тоже для вас что-то для нас. Видите, вы говорите, что мне нравится его отношение ко мне. То есть, вы не говорите, что вам, например, хочется этого человека сделать счастливым, допустим, или что-то, что-то, или что-то, или что-то такое. Понимаете? Ну вот. Вы не говорите. Так. Вы просто, просто, говорите, что вам он нравится. Вам нравится его отношение. Понимаете? Вот. И это, мне кажется, один из ключевых моментов данной истории. То есть, это ваша потребностная сфера, по сути. То есть, это то, что вы хотите. То, насколько вы полно имеете представление о своих желаниях, о своих потребностях, о том, что вы хотите. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, так. Конечно, конечно, я могу понять, что вы человек, у которого есть определенные требования к мужчинам. И мне кажется, что эти требования, они абсолютно обоснованы. Вот. Ну, потому что, да. Понятно. То, что я уже говорил об этом. Что вы имеете полное право. Вот. Так что, здесь, вот, ваша, ну, неуверенность в себе, и бобреночная сфера, плюс, вот, непроработанность уязвимости, вот, ну, вам мешает. Потому что, что это уязвимость? Может быть, это никакой и не страх, вовсе, ни перед чем. А может быть, это просто неумение быть слабой, к примеру, да. То есть, ну, просто вы боитесь слабости, вы боитесь показать, показаться, что слабо. То есть, вот, вы так достаточно много чего добились, да, в своей жизни. Ну, вот. И вы такая, получается, сильная женщина. Вот. Но сильная женщина, она всегда боится, боится быть слабой. И быть слабой, это значит довериться. Быть слабой, это значит перекладывать чем-то ответственность на человека, ну, на мужчину, да, допустим, в данном случае. Вот. Быть слабой, это значит не пытаться все контролировать, как это вы делаете сейчас, но при этом, при этом иметь более четкие личные границы. То есть, четкое, четкое ограничение себя от, ну, от мужчины, например, да. И, да, от другого человека даже, не обязательно от мужчины, просто от другого человека, от любого человека. Просто от любого человека отграничить себя, отграничить себя. Вот. И все. И мне кажется, что это вот те направления, которые, ну, в которых вам желательно двигаться, все направления, в которых вам желательно работать. Вот. И так, давайте сейчас мы еще раз по вашему тексту пройдемся, чтобы более предметно, да, вот я так в общем озвучил. Вот, то, что я увидел. Чуть больше месяца назад я познакомился с парнем, это не было любого с первого взгляда, просто симпатия. Ну, смотрите, месяц назад, да, это очень маленький-маленький срок, на мой взгляд, месяц, всего лишь месяц прошел. То есть вы здесь вполне вероятно, опять же, торопитесь с выводами, вот, торопитесь, торопитесь с решениями, торопитесь с определенностью, то есть, ну, торопитесь, грубо говоря, определиться. Вот, а мне не кажется это чем-то хорошим, если честно, вот, потому что спешка, ну, спешка в отношениях, да, она никому, в принципе, позитивного ничего не принесла, вот, никогда не приносила спешку. Ничего позитивного, вот, поэтому я думаю, что здесь вы, честно говоря, спешите. Вот, и надо бы вот задать себе этот вопрос, а почему? Почему я спешу, собственно говоря, по какой причине я спешу, собственно говоря, что мотивирует меня спешить? Вот. Вот. Все лишь месяц прошел. Вот. Дальше. Мы общались, ходили на свидание, узнавали друг другу. Он очень красиво ухаживал на меня, не настаивал на интиме. Ну, вот, я бы хотел обратить ваше внимание на некую такую, все-таки, акцентированность на интиме. Акцентированность на интиме мне лично здесь не совсем ясную, не совсем очевидную, я бы сказал. То есть, что плохого в том, например, если бы мужчина настаивал на интиме? То есть, это бы сыграло, это бы воспринялось с вами негативно? Если да, то почему? То есть, что в этом плохого вы видите? Для, допустим, ну, для себя. Что вы в этом видите плохого? Мне кажется, что на этот вопрос тоже нужно ответить, желательно ответить. Отношения наши были очень уважительными, доверительными, интима не было, но все к тому что. Ну, да, вот опять. Правильно. Все равно поговорили, я сказал, что не представляю себе рядом с ним в дальнейшей жизни, что мне в жизни рядом нужен человек, который будет крепко стоять на ногах. Это есть несколько причин. Смотрите, здесь вы с одной стороны поступаете, верно, как я уже сказал, говоря о том, что вы хотите. Вы говорите, какой вам мужчина нужен. И в принципе, в принципе, если вы действуете вот примерно в таком ключе, то я ничего плохого, опять же, да, в этом не вижу. В том, что, ну, вы хотите и хотите мужчину определенного. Это здорово, что у вас есть вот понимание того, чего вы хотите. Но, с другой стороны, подобная направленность на определенный тип мужчины, мне кажется, может привести к тому, что вы просто будете склонны к отношениям по расчету, но не исходя из чувств. То есть, вот именно отношения, основанные на чувствах, у вас, возможно, будут, ну, менее доступны, вам будут менее доступны. Дальше, то есть, это выбор, да, если все-таки чувства, то тогда от образа, от идеала мужчины нужно отказаться в сторону, собственно, ваших чувств, в сторону ваших чувств и того, что вы хотите делать для другого человека. Дальше, ему 29 лет, мне 30. К чему вы это? У него нет постоянной работы, хотя образование хорошее. Он есть переводчики. Ну, вот здесь, понимаете, у вас очень много рационализации, да. То есть, вас сразу интересует образование человека, вас сразу интересует работа человека. Я не вижу, опять же, в этом ничего плохого. Вы просто понимаете, что это ведет нас, это ведет вас, куда? К отношениям по расчету. И даже в них, в отношениях по расчету, ничего плохого нет. Но вам нужно сделать свой выбор. То есть, вот, просто сделать свой выбор. Чего, чего я хочу? Если я хочу отношения по расчету, ну, хорошо, если я хочу отношений эмоциональных больше, чувственных, то в таком случае волновать меня, какого человека образование и работа не должно. Главное, чтобы личность была интересной. И к примеру. К примеру. Дальше, сейчас занимается фрилансом. Праллельно с этим записывают группы и треки. В планах дальше зарабатывает музыка. Живет с родителями, есть дочь. Живет с бывшей женой. Ну, вот здесь, здесь, есть, конечно, момент в том смысле, что у мужчин есть невыдавшийся брак. И это почти всегда не случайно. Вот. То есть, почти всегда у этого есть какие-то вот основания, какие-то вот причины того, что, ну, отношения в браке не сложились. И, конечно же, конечно же, это может повлиять и на вас в том числе. И на ваши отношения это может повлиять. Поэтому тут вот нужно выяснить, почему. Почему мужчина развелся. Почему у человека, да, вот, ну, у человека не сложились отношения. Вот. Не обязательно, чтобы это сразу, чтобы это сразу было чем-то, чем-то плохим. Не обязательно. Но выяснить, выяснить этот момент нужно. Потому что те аспекты со стороны мужчины, которые привели к разводу, могут повлиять и на вас. И будет лучше, если вы об этом, ну, если вы будете в курсе данных моментов. Дальше. У меня хорошая работа, мы из народной компании, мой доход раз в два больше, чем его. Я езжу на автомобиле, для меня важно наличие у молодого человека. Ну, вот это вот опять же, да, важность. Вот важность. Почему вам важно? Что для вас важно? Насколько, насколько эмоционально вы, вот, прикипели, скажем так, к этой важности. Потому что, она важность, важно, что она бывает разной. И, насколько вам важно, то, что, ну, чтобы у молодого человека была машина. Насколько вам важно, почему для вас это так важно, с чем это для вас важно, что это для нас означало, является ли это просто позициями, или это что-то большее. Понимаете, понимаете? То есть, это вот нужно раскрыть. Потому что машина это просто статус. Машина это просто материальный атрибут. Он может характеризовать человека, ну, вы сами понимаете, как хорошего человека, с хорошей стороны, так и с не очень хорошей стороны. Да, и у человека с хорошей машиной может быть скверный характер, у человека с плохой машиной может быть отличный характер, ну, и так далее. Важно. Вам почему-то это важно. И, вот, мне кажется, что понять то, почему вам это важно, ну, было бы полезно вам самому, чтобы вкладывать в это. Дальше. Так, у него его нет, мне даже брал. И что? Сейчас меня повышают, и разница в доходах еще больше увеличится. Я не знаю, откуда мне этот стереотип, что мужчина должен зарабатывать больше, но рядом с ним чувствует себя защищенный. Как я и сказал, в стереотипе ничего плохого нет. По крайней мере, если этот стереотип был выбран вами сознательно. Но защищенность к стереотипу никакого отношения не имеет. Это разные вещи. Опять-таки это доходы. Ну, вот, как это связано? Вот, вы следите за цепочку. Как связан доход и защищенность? Это вопрос доверия. Доверие в человеку. А доверие, в вашем случае, это, судя по всему, ориентирование на другого. То есть, попытка в другом найти гарантию своей стабильности. И, может быть, даже глобально все выглядит так, что вы в своих отношениях пытаетесь найти стабильность. Но ведь отношения стабильности не дают. Отношения стабильности не дают. И не должны давать отношения стабильности. Человек сам либо чувствует себя стабильным, либо нет. Они так, что за счет чего-то внешнего пытаются найти, собственно говоря, стабильность. Мне не кажется. Таким образом, это хорошей идеей. Но защищенность, конечно, это важный аспект. Но это ваша ответственность. Нет, я его не жалею, причем для жалости. Я верю, что он добьется в этой жизни большего, чем имеет сейчас. Сейчас. В этой жизни. Интересно. Я хочу все и сейчас, потому что сама это имя. Да нет, получается, вы хотите чего-то другого. Ведь если бы вы имели все, что вам нужно, вы бы как раз таки не хотели бы ничего. А так получается, что вам чего-то не хватает в том, что вы имеете. И вы пытаетесь за счет мужчины это получить. Кроме того, что я хочу здесь и сейчас, потому что это уже имею. То есть вы судите о людях по себе в данном случае. Если у меня все есть, то и у мужчины все должно быть. Но почему? То есть тут важно отделить, на мой взгляд, ваши элементы когнитивного выбора. Когда вы делаете, когда вы делаете выбор сознательно. В пользу своих ценностей. И тогда, когда на ваш выбор влияют какие-то чувства. Может быть там, ну не знаю, может быть страхи. Вот. Что-то еще. Это важно для вас. И вот отделить одно от другого является прямым путем. Ну, вашего движения. Субконструктивные отношения. Те, которых вы хотите. Дальше. Он, конечно же, против нашего расставания. Я уже второй день не могу избавиться от мыслей, что я сделаю неправильный шаг. А что вы складываете в это понятие? Неправильный шаг. Что это? Неправильный шаг. Это какой? Что такое неправильный шаг? Неправильный шаг. Что он, неправильный шаг из себя представляет. Как может быть, как может быть, какой-то шаг неправильный в отношениях? Понимаете? Это, пожалуй, тоже то, что вам тоже нужно поисследовать. Что вы называете правильным шагом, что вы называете неправильным шагом и так далее. То есть, по сути, вы ведете сейчас речь о ошибке. То есть, вы говорите, что, возможно, я совершаю ошибку. Вот. Ну да, может быть, вы совершаете ошибку. Но в ошибках ничего плохого нет. Абсолютно. Это нормально. Это всякая ошибка. Но не оценивать свое действие с точки зрения, правильный или неправильный. Это оценивать. То есть, извини. Он не нравится, чем нравится его отношение ко мне. А вот, да, это вы в нем видите себя. Но не его. Я вижу его недостатки, но принимаю их. Ну, как же принимаете, если говорить, что вам нужен другой мужчина? Не принимаете. Лукавьте немножечко. С его стороны все так. Ну, вы как будто рассказываете о том, что... Как будто пытаетесь убедить нас в том, что он доказал что-то. Это не принимающее поведение. И отношение. Единственная проблема – разница в доходе. Помогите, пожалуйста, разнообразие. Какие вопросы задавцы? Вместо понять, действительно, неважно это статус или это навязанное обществом стереотипы. Как видите, ваш вопрос задан не совсем корректно, потому что. Статус вам важен, но важно для вас, точнее. Статус важен. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, дело здесь не в самой важности статуса, а в природе важности статуса. Я не вижу ничего плохого, как я уже сказал, в наличии статуса. Абсолютно ничего плохого. Но, если это, важность именно когнитивная. Так что, здесь нужно отделить важность чего-либо от предмета. Вот. И посмотреть, насколько много всего вы складываете в значимость статуса. Потому что статус для вас не просто значим, а что-то для вас означает наличие защищенности. А это значит, что после того, как статус будет достигнут, вы встретите, например, мужчину, который будет обладать тем статусом, который вам нужен. Скорее всего, если невезученность, начнет проявляться все в чем-то еще. Потому что это, по сути, ну, по сути, это бесконечная история. По сути, это бесконечный такой момент. Вот. И вам очень желательно, очень желательно не течеть себя элизией, ну, что вот, будет доход, и вы себя подсчитываете сразу же, что нет. Нет, нет, нет и еще раз нет. Это не так. Вот. Обратите внимание на то, что вы, эээ, говорите, какие вопросы мне нужно себе задать. То есть это, эээ, тоже позиция весьма такая, эээ, не очень уверенная. Потому что вам не вопросы, эээ, себе нужно задавать, эээ, какие-то, да, а вам нужно работать с эээ, ну, с психологом. Эээ, для того, чтобы поисследовать, ээээ, ваши проблемы. Для того, чтобы поисследовать ваши моменты. Для того, чтобы поисследовать то, что вас беспокоит. Для того, чтобы лучше разобраться в себе. Понимаете? А не, ээээ, веровать себе вопросу. Потому что, эээ, если бы, эээ, ситуация решалась бы вопросом, то, ну, психологи были бы не нужны, не нужны. Вот. Я вижу основную таким образом проблему в вашем чувстве незащищенности, как проявлением строков и лишних границ. Отсутствие лишних границ. Вот. Я вижу в данном случае такую проблематику. И, соответственно, с чем это может быть связано, может показать только дальнейшая работа. С чем это может быть связано конкретно. Может показать только, да, только, да, только, только, только дальнейшая работа с вами. Вот, так же здесь все в некоторой степени зависит от вас, но если выбор чего-либо делается с вами на чисто когнитивном уровне, то как ни был ни был, с точки зрения, например, морали, он приемлем. И нет ничего плохого в том, что вы берете что-то у общества, берете некие стереотипические конструкции общества. Главное, чтобы это соответствовало тому, что вам хочется, тому, что вам важно, тому, что для вас ценно. Вот, я думаю так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Дополненный момент я раскрыл. Вы производите, конечно, впечатление человека, которому достаточно сложно управляться со своими эмоциями, со своими чувствами. Вот. Поэтому, вероятно, еще на эмоциональный интеллект стоит обратить внимание и поработать с эмоциональным интеллектом. Вот. Ну, конечно, при условии, если у вас есть такое желание, если будет такое желание. Все, все на этом. Я вам желаю удачи. Я вам желаю всего самого доброго, если понравился мой ответ. Я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...